Он что-то спросил у моего сына, не зная что. Или сказал ему. Он очень сильно испугался, выбил мою руку и побежал. Я говорю, Стас, не бойся, подожди. Сын испугался, его нужно защитить. Новая версия избившего, как потом выяснилось, инвалида у торгового центра Первомайский 12 ноября. Спустя месяц после инцидента, разбирательству правоохранителей, возбуждение уголовного дела, жена избившего выкладывает ролик. В нем мужской голос рассказывает, что велосипедист своими вопросами напугал ребенка. И ему ничего не оставалось, как защитить сына. Уезжай и не вмешивайся, куда тебя не просят. Пока я тебя не ударил. У меня есть желание тебя ударить. Стоит сказать, что избивший барнаульца уже успел публично признать свою вину. Теперь же защищается. Но почему свою версию мужчина представляет месяц спустя? Уезжай отсюда. Разбирайся в другом месте. Ты, говорю, детей пугаешь. Меня доводишь. Ты чего хочешь? Чтоб мы с тобой подрались, мы подеремся. Алина, жена пострадавшего, отреагировала на это видео просто. Она уверена, видеоряд совершенно не вяжется с начитанным текстом. Например, на кадрах, где мужчина начинает вести себя агрессивно, со слов его супруги он говорит следующее. Подписано. Многое не соответствует. А что именно не соответствует, я не поняла. Ребенка опрашивали в присутствии психологов. И он не был напуган велосипедистом. То есть его показания уже в деле. Зачем врать? Дело направлено в суд. Адвокат нападавшего еще в ноябре писал пострадавшей стороне, предлагая возместить ущерб. Но готова была предложить лишь 10 тысяч. В то время как расходы на лечение, временную нетрудоспособность и ремонт телефонов пострадавшего обошлись его семье в 36 тысяч. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов. День с толком.